Отдел 2. О прелести Ученик. Дай точное и подробное понятие о прелести. Что такое прелесть? Старец. Прелесть есть повреждение естества человеческого ложью. Прелесть есть состояние всех человеков, без исключения, произведенное падением праотцов наших. Все мы в прелести. Начало третьего слова преподобного Симеона Нового Богослова. Издание Оптиной пустыни 1852 года. Знание этого есть величайшее предохранение от прелести. Величайшая прелесть – признавать себя свободным от прелести. Все мы обмануты, все обольщены. Все находимся в ложном состоянии, нуждаемся в освобождении истиной. Истина есть Господь наш Иисус Христос. Евангелие от Анна, глава 8, стих 32, глава 14, стих 6. «Усвоимся этой истине, верою в нее. Возопием молитву к этой истине. И она извлечет нас из пропасти самообольщения и обольщения демонами. Горезно состояние наше. Оно – темница, из которой мы молим извести нашу душу. Исповедуйтеся имени Господню». 141-й псалом, стих 8. «Оно – та мрачная земля, в которую низвергнута жизнь наша, позавидовавшим нам и погнавшим нас врагом». 142-й псалом, стих 3. «Оно – плотское мудрование и лжеименный разум, которыми заражен весь мир, не признающий своей болезни, провозглашающий ее цветущим здравием». 153-й псалом, стих 6. «Послание к римлянам, глава 8, стих 6. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 20. «Оно – плоть и кровь, которые Царствие Божие наследить и не могут». 155-й псалом, стих 50. «Оно – вечная смерть, врачуемая и уничтожаемая Господом Иисусом, которой есть воскрешение и живот». Евангелие от Анна, глава 11, стих 25. «Таково наше состояние. Зрение его – новый повод к плачу. С плачем возопием ко Господу Иисусу, чтобы Он вывел нас из темницы, извлек из пропастей земных, из торг из челюстей смерти. «Господь наш Иисус Христос, – говорит преподобный Симеон Новый Богослов, – потому и сошел к нам, что восхотел изъять нас из плена и из злейшей прелести». Начало третьего слова. Ученик. «Это объяснение недовольно доступно для моих понятий. Нуждаюсь в объяснении более простом, более близком к моему уразумению». «Старец. В средство погубления человеческого рода употреблена была падшим ангелом ложь». Бытие, глава 3, стих 13. «По этой причине Господь назвал дьявола ложью, отцем лжи и человекоубийцею, искани». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. «Понятие лжи Господь тесно соединил с понятием о человекоубийстве, потому что последнее есть непременное последствие первой». Словом «искани» указывается на то, что ложь с самого начала послужила для дьявола орудием к человекоубийству и постоянно служит ему орудием к человекоубийству, к погублению человеков. Начало зол – ложная мысль. Источник самообольщения и бесовской прелести – ложная мысль. Причина разнообразного вреда и погибели – ложная мысль. При посредстве лжи дьявол поразил вечную смертью человечества в самом корне его – в праотцах. Наши праотцы прельстились, то есть признали истинную ложь. И приняв ложь под личиную истины, повредили себя неисцельно смертоносным грехом, что засвидетельствовала и праматерь наша. «Змей прельсти мя», – сказала она, – «и я дох». «Змей обольстил меня, и я ела». Бытие, глава 3, стих 13. С того времени естество наше, зараженное ядом зла, стремится произвольно и невольно ко злу, представляющемуся добром и наслаждением, искаженной воле, извращенному разуму, извращенному сердечному чувству. Произвольно, потому что в нас еще есть остаток свободы в избрании добра и зла. Невольно, потому что этот остаток свободы не действует как полная свобода. Он действует под неотъемлемым влиянием повреждения грехом. Мы родимся такими. Мы не можем не быть такими. И потому все мы, без всякого исключения, находимся в состоянии самообольщения и бесовской прелести. Из этого воззрения на состояние человеков в отношении к добру и злу, на состояние, которое по необходимости принадлежит каждому человеку, вытекает следующее определение прелести, объясняющее ее со всей удовлетворительностью. Прелесть есть усвоение человеком лжи, принятой им за истину. Прелесть действует первоначально на образ мыслей. Будучи принята и извратив образ мыслей, она немедленно сообщается сердцу, извращает сердечные ощущения. Овладев сущностью человека, она разливается на всю деятельность его, отравляет самое тело, как неразрывно связанное Творцом с душою. Состояние прелести есть состояние погибели или вечной смерти. Со времени падения человека дьявол получил к нему постоянно свободный доступ. Цитата из преподобного Симеона Нового Богослова. В слове Никифора Монашествующего. Добротолюбие, часть 2. Преподобный Макарий Великий, слово 7, глава 2. Дьявол имеет право на этот доступ. Его власти, повиновением ему, человек подчинил себя произвольно, отвергнув повиновение Богу. Бог искупил человека. Искупленному человеку предоставлена свобода повиноваться. Или Богу, или дьяволу. А чтобы свобода эта вынаружилась непринужденно, оставлен дьяволу доступ к человеку. Очень естественно, что дьявол употребляет все усилия удержать человека в прежнем отношении к себе или даже привести в большее порабощение. Для этого он употребляет прежнее и всегдашнее свое оружие. Ложь. Он старается обольстить и обмануть нас, опираясь на наше состояние самообольщения. Наши страсти, эти болезненные влечения, он приводит в движение. Пагубные требования их облачает в благовидность. Усиливается склонить нас к удовлетворению страстям. Верный Слову Божию не дозволяет себе этого удовлетворения. Обуздывает страсти. Отражает нападение врага. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Послание Иакова, глава 4 стих 7. Действуя под руководством Евангелия против собственного самообольщения, укращая страсти, этим уничтожая мало-помалу влияние на себя падших духов, он мало-помалу выходит из состояния прелести в область истины и свободы, полнота которых доставляется осенением божественной благодати. Евангелие от Иоанна, глава 8 стих 32. Неверный учению Христову, последующий своей воле и разуму, подчиняется врагу и из состояния самообольщения переходит к состоянию бесовской прелести, теряет остаток своей свободы, вступает в полное подчинение дьяволу. Состояние людей в бесовской прелести бывает очень разнообразно, соответствуя той страсти, которой человек обольщен и порабощен, соответствуя той степени, в которой человек порабощен страсти. Но все, впавшие в бесовскую прелесть, то есть через развитие собственного самообольщения, вступившие в общение с дьяволом и в порабощение ему, находятся в прелести. Суть храма и орудия бесов, жертвы вечной смерти, жизни в темницах ада. Ученик. Исчисли виды бесовской прелести, происходящей от неправильного упражнения молитвы. Старец. Все виды бесовской прелести, которым подвергается подвижник молитвы, возникают из того, что в основании молитвы не положено покаяние, что покаяние не сделалось источником, душою, целью молитвы. Если кто, говорит преподобный Григорий Синаид в вышеприведенной статье, с самонадеянностью, основанной на самомнении, мечтает достигнуть высокие молитвенные состояния и стяжал ревность неистинную, а сатанинскую, того дьявол удобно опутывает своими сетями, как своего служителя. В подлиннике сказано «Аще кто мечтает, высокое сомнением доспете». Здесь употреблено объяснительное выражение, чтобы отчетливо показать значение слова «мнение». «Всякий, усиливающийся взойти на брак Сына Божия не в чистых и светлых одеждах, устраиваемых покаянием, а прямо в своем рубище, в состоянии ветхости, греховности и самообольщения, извергается вон, во тьму кромешную, в бесовскую прелесть. «Совещаю тебе», — говорит Спаситель, призванному к таинственному жречеству, «купите от меня златора с жена огнем, да обогатишися и одеяние бело, да обличешися, да не явится срамота наготы твоей я, и калорием слез помажи чувственные очи твои, и очи ума, да видеши, аз их же люблю, обличаю и наказую, ревнуй, уба, и покайся. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, «Итак, будь ревностен и покайся». Откровение, глава 3, стихи 18 и 19. Покаяние и все, из чего оно составляется, как то сокрушение или болезнование духа, плач сердца, слезы, самоосуждение, памятование и предощущение смерти, суда Божия и вечных мук, ощущение присутствия Божия, страх Божий, суть дары Божией, дары великой цены, дары первоначальные и основные, залоги даров высших и вечных. Без предварительного получения их подаяния последующих даров невозможно. «Как бы невозвышенны были наши подвиги», сказал святой Иоанн Лествичник, «но если мы не стяжали болезнующего сердца, то эти подвиги и ложны, и тщетны». Лествица, слово седьмое. Покаяние, сокрушение духа, плач, суть признаки, суть свидетельства правильности молитвенного подвига. Отсутствие их – признак уклонения в ложное направление, признак самообольщения, прелести или бесплодия. То или другое, то есть прелесть или бесплодие, составляют неизбежные последствия неправильного упражнения молитвы, а неправильное упражнение молитвы неразлучно с самообольщением. Самый опасный, неправильный образ молитвы заключается в том, когда молящийся сочиняет силу воображения своего мечты или картины, заимствуя их, по-видимому, из священного писания. В сущности же, из своего собственного состояния, из своего падения, из своей греховности, из своего самообольщения. Этими картинами льстит своему самомнению, своему тщеславию, своему высокоумию, своей гордости. Обманывает себя. Очевидно, что все, сочиняемое мечтательностью нашей падшей природы, извращенное падением природы, не существует на самом деле. Есть вымысел и ложь, столь свойственные, столь возлюбленные падшему ангелу. Мечтатель с первого шага на пути молитвенном исходит из области истины, вступает в область лжи, в область сатаны. Святой Симеон Новый Богослов описывает молитву мечтателя и плоды ее так. Он возводит к небу руки, глаза и ум, воображает в уме своем, подобно Клопштоку и Мильтону, божественные совещания, небесные блага, чины святых ангелов, селения святых. Короче, собирает в воображении своем все, что слышал в Божественном Писании. Рассматривает это во время молитвы, взирает на небо, всем этим возбуждает душу свою к божественному желанию и любви, иногда проливает слезы и плачет. Таким образом, мало-помалу кичится сердце его, не понимая того умом. Он мнит, что совершаемое им есть плод божественной благодати к его утешению, и молит Бога, чтоб сподобил его всегда пребывать в этом делании. Это признак прелести. Такой человек, если и будет безмолвствовать совершенным безмолвием, не может не подвергнуться умоиступлению и сумасшествию. Если же и не случится с ним этого, однако ему невозможно никогда достигнуть духовного разума и добродетели, или бесстрасти. Таким образом прельстились видевшие свет и сияние этими телесными очами, обонявшие благовония обонянием своим, слышавшие глазы ушами своими. Одни из них возбесновались и переходили умоповрежденными с места на место, другие приняли беса, преобразившегося в ангела светлого, прельстились и прибыли неисправленными даже до конца, не принимая совета ни от кого из братьей. Иные из них, подучаемые дьяволом, убили сами себя. Иные низверглись в пропасти, иные удавились. И кто может исчислить различные прельщения дьявола, которыми он прельщает и которые неисповедимы? Впрочем, из сказанного нами всякий разумный человек может научиться, какой вред происходит от этого образа молитвы. Если же кто из употребляющих его и не подвергнется ни одному из вышесказанных бедствий по причине сожительства с братьей ее, потому что таким бедствием подвергаются наиболее отшельники, живущие наедине, то таковой проводит всю жизнь свою безуспешно. О первом образе внимания и молитве «Добротолюбие. Часть первая». Все святые отцы, описавшие подвиг умной молитвы, воспрещают не только составлять произвольные мечты, но и преклоняться произволением и сочувствием к мечтам и привидениям, которые могут представиться нам неожиданно, независимо от нашего произволения. И это случается при молитвенном подвиге, особенно в безмолвии. «Никак не прими», говорит преподобный Григорий Синаид, если увидишь что-либо чувственными очами или умом, вне или внутри тебя, будет ли то образ Христа или ангела или какого святого, или если представится тебе свет, будь внимателен и осторожен. Не позволь себе доверить чему-либо, не вырази сочувствие и согласие, не вверься поспешно явлению, хотя бы оно было истинное и благое, пребывай хладным к нему и чуждым, постоянно сохраняя ум твой безвидным, не составляющим из себя никакого изображения и не запечатленным никаким изображением. Увидевший что-либо в мысли или чувственно, хотя бы то было и от Бога, и принимающий поспешно, удобно впадает в прелесть, по крайней мере обнаруживает свою наклонность и способность к прелести, как принимающий явление скоро и легкомысленно. Новоначальный должен обращать все внимание на одно сердечное действие. Одно это действие признавать непрелестным. Проще его же не принимать до времени вступления в бесстрастие. Бог не прогневается на того, кто, опасаясь прелести, с крайней осмотрительностью наблюдает за собою, если он и не примет чего посланного от Бога, не рассмотрев посланное со всей тщательностью. Напротив того, Бог похваляет такого за его благоразумие. Святой Амфилохий, с юности вступивший в монашество, удостоился в зрелых летах и в старости проводить жизнь отшельническую в пустыне. Заключаясь в пещеру, он упражнялся в безмолвии и достиг великого преуспеяния. Когда совершилось сорок лет его отшельнической жизни, явился ему ночью ангелы, сказал, «Амфилохий, иди в город и паси духовных овец». Амфилохий прибыл во внимание себе и не обратил внимания на повеление ангела. На другую ночь снова явился ангел и повторил повеление, присовокупив, что оно от Бога. И опять Амфилохий не оказал повиновения ангелу, опасаясь быть обольщенным и вспоминая слова апостола, что и сатана преобразуется в ангела светлого». Второе послание Коринфянам, глава 11, стих 14. «На третью ночь снова явился ангел и, удостоверив о себе Амфилохия словословием Бога, нетерпимым духами отверженными, взял старца за руку, вывел из кельи, привел к церкви, находившейся вблизи. Двери церковные отворились сами собою, церковь освещалась небесным светом. В ней присутствовало множество святых мужей в белых ризах солнцеобразными лицами. Они рукоположили Амфилохия в епископа города Иконии. Четь именеи, 23 ноября. При противоположном поведении преподобные Исааки и Никита Печерские, новые и неопытные в отшельнической жизни, подверглись ужаснейшему бедствию, опрометчиво верившись представившемуся им привидению. Первому явилось множество демонов в сиянии. Один из демонов принял вид Христа, прочий вид святых ангелов. Второго обольстил демон сперва благоуханием и глазом, как бы Божиим, потом представь ему очевидно в виде ангела. Патерик Печерский Опытные в монашеской жизни иноки, истинно святые иноки, гораздо более опасаются прелести, гораздо более не доверяют себе, нежели новоначальной, особенно те из новоначальных, которые объяты разгорячением к подвигу. Сердечную любовью предостерегает от прелести преподобный Григорий Синаид безмолвника, для которого написана его книга. «Хочу, чтобы ты имел определенное понятие о прелести. Хочу этого с тою целью, чтобы ты мог предохранить себя от прелести, чтобы при стремлении неозаренным должным ведением ты не причинил себе великого вреда, не погубил души твоей». Свободное произволение человека удобно преклоняется к общению с противниками нашими, в особенности произволение неопытных, новых в подвиге, как еще обладаемых демонами. Как это верно? Сменяется, влечется наше свободное произволение к прелести, потому что всякая прелесть льстит нашему самомнению, нашему тщеславию, нашей гордости. Бесы находятся вблизи и окружают новоначальных и самочинных, распростирая сети помыслов и пагубных мечтаний, устраивая пропасть и падений. Город новоначальных, все существо каждого из них, находится еще в обладании варваров. По легкомыслию, не вдавайся скоро тому, что представляется тебе, но пребывай тяжким, удерживая благое со многим рассмотрением и отвергая лукавое. Знай, что действия благодати ясны. Демон преподать их не может. Он не может преподать ни кротости, ни тихости, ни смирения, ни ненависти к миру. Он не укращает страстей и сластолюбия, как это делает благодать. Действия его дмения, надменность, напыщенность, высокоумие, страхование, словом, все виды злобы. По действию возможешь познать свет, воссиявший в душе твоей, божий ли он или от сатаны. Добротолюбие, часть первая, о прелести и прочем. Надо знать, что такое рассмотрение принадлежность преуспевших иноков, никак не новоначальных. Преподобный Синаид беседует, хотя с новоначальным, но с новоначальным по безмолвной жизни, которой и по пребыванию в монашестве, и по телесному возрасту был старец, как видно из книги. Ученик, не случилось ли тебе видеть кого-либо пришедшего в бесовскую прелесть от развития мечтательности при упражнении молитвы? Старец, случалось. Некоторый чиновник, живший в Петербурге, занимался усиленным молитвенным подвигом и пришел от него в необычайное состояние. О подвиге своем и о последствиях его он открывал тогдашнему протоиерею церкви Покрова Божией Матери, что в Коломне. Протоиерей, посетив некоторый монастырь Санкт-Петербургской епархии, просил одного из монашествующих того монастыря побеседовать с чиновником. «Странное положение, в которое чиновник пришел от подвига», говорил справедливо протоиерей. «Удобнее может быть объяснено жителями монастыря, как более знакомыми с подробностями и случайностями аскетического подвига». Монах согласился. Через некоторое время чиновник прибыл в монастырь. При беседе его с монахом присутствовал и я. Чиновник начал тотчас рассказывать о своих видениях, что он постоянно видит при молитве свет от икон, слышит благоухание, чувствует во рту необыкновенную сладость и так далее. Монах, выслушав этот рассказ, спросил чиновника, «Не приходила ли вам мысль убить себя?» «Как же», отвечал чиновник, «я уже был, кинувшись в фонтанку, да меня вытащили». «Был, кинувшись в фонтанку», оборот речи, употребляемой жителями Петербурга. Оказалось, что чиновник употреблял образ молитвы, описанный святым разгорячил воображение и кровь, причем человек делается очень способным к усиленному посту и бдению. К состоянию самообольщения, избранному произвольно, дьявол присоединил свое, сродное этому состоянию действие, и человеческое самообольщение перешло в явную бесовскую прелесть. Чиновник видел свет телесными очами, благоухание и сладость, которую он ощущал, были также чувственны. В противоположности этому видения святых и их сверхъестественные состояния вполне духовны. Святой Исаак Сирский, слово 65-е. Подвижник соделывается способным к ним не прежде, как по отверзении очей души божественную благодатью, причем оживают и прочие чувства души, дотоли пребывающие в бездействии. Преподобный Симеон Новый Богослов Слово о вере Добротолюбие часть 1 Принимают участие в благодатном видении и телесные чувства святых. Но тогда, когда тело перейдет из состояния страстного в состояние бесстрастное. Монах начал уговаривать чиновника, чтобы он оставил употребляемый им способ молитвы, объясняя и неправильность способа, и неправильность состояния доставляемого способом. С ожесточением воспротивился чиновник совету. «Как отказаться мне от явной благодати?» возражал он. Вслушиваясь в поведание чиновника о себе, я почувствовал к нему неизъяснимую жалость, и вместе представлялся он мне каким-то смешным. Например, он сделал монаху следующий вопрос. «Когда от обильной сладости умножится у меня во рту слюна, то она начинает капать на пол. Не грешно ли это?» Точно. Находящиеся в бесовской прелести возбуждают к себе сожаление, как не принадлежащие себе, и находящиеся по уму и сердцу в плену у лукавого отверженного духа. Представляют они собою и смешное зрелище. По смеянию предаются они овладевшим ими лукавым духом, который привел их в состояние уничижения, обольстив тщеславием и высокоумием. Ни плена своего, ни странности поведения прельщенные не понимают. Сколь бы ни были очевидными этот плен, эта странность поведения. Зиму 1828-1829 годов проводил я в Площанской пустыне Орловской епархии. В то время жил там старец, находившийся в прелести. Он отсек себе кисть руки, полагая исполнить этим евангельскую заповедь, и рассказывал всякому, кому угодно было выслушать его, что отсеченная кисть руки соделалась святыми мощами, что она хранится и чествуется благолепно в московском Симоновом монастыре, что он старец, находясь в Площанской пустыне в пятистах верстах от Симонова, чувствует, когда симоновский архимандрит с братьей прикладываются к руке. Со старцем делалось содрогание, причем он начинал шипеть очень громко. Он признавал это явление плодом молитвы, но зрителям оно представлялось извращением себя, достойным лишь сожаления и смеха. Дети, жившие в монастыре по сиротству, забавлялись этим явлением, и копировали его перед глазами старца. Старец приходил в гнев, кидался то на одного, то на другого мальчика, трепал их за волоса. Никто из почтенных иноков обители не мог уверить прельщенного, что он находится в ложном состоянии. Когда чиновник ушел, я спросил монаха, с чего пришло ему на мысль спросить чиновника о покушении на самоубийство. Монах отвечал, как среди плача по Богу приходят минуты необыкновенного успокоения совести, в чем заключается утешение плачущих, так и среди ложного наслаждения, доставляемого бесовскую прелестью, приходят минуты, в которые прелесть как бы разоблачается и дает вкусить себя так, как она есть. Эти минуты ужасны. Горечь их и производимое этой горечью отчаяния невыносимы. Поэтому состоянию, в которое приводят прелесть, всего бы легче узнать ее прельщенному и принять меры к исцелению себя. Увы, начало прелести гордость и плод ее преизобильная гордость. Прельщенный, признающий себя сосудом божественной благодати, презирает спасительные предостережения ближних, как это заметил святой Симеон. Между тем припадки отчаяния становятся сильнее и сильнее. Наконец отчаяние обращается в умоиступление и увенчивается самоубийством. В начале нынешнего столетия подвязался в Сафрониевой пустыне Курской епархии схемонах Феодосий, привлекший к себе уважение и братство и мирян строгим возвышенным жительством. Однажды представилось ему, что он был восхищен в рай. По окончании видения он пошел к настоятелю, поведал подробно о чуде и присовокупил выражение сожаления, что он видел в раю только себя, не видел никого из братьей. Эта черта ускользнула из внимания у настоятеля. Он созвал братью, сокрушение духа пересказал им о видении схемонаха и увещевал к жизни более усердной и богоугодной. По прошествии некоторого времени начали обнаруживаться в действиях схемонаха странности. Дело кончилось тем, что он найден удавившимся в своей келье. Со мною был следующий достойный замечания случай. Посетил меня однажды афонский иеросхемонах, бывший в России за сбором. Мы сели в моей приемной келье и он стал говорить мне «Помолись о мне, отец, я много сплю, много ем». Когда он говорил мне это, я ощутил жар из него исходивший, потому и отвечал ему «Ты немного ешь и немного спишь». Нет ли в тебе чего особенного? И просил его войти во внутреннюю мою келью. Идя пред ним и отворяя дверь во внутреннюю келью, я молил мысленно Бога, чтобы он даровал гладной душе моей попользоваться от афонского иеросхемонаха, если он истинный раб Божий. Точно, я заметил в нем что-то особенное. Во внутренней келье мы опять уселись для беседы, и я начал просить его «Сделай милость, научи меня молитве. Ты живешь в первом монашеском месте на земле, среди тысяч монахов. В таком месте и в таком многочисленном собрании монахов непременно должны находиться великие молитвенники, знающие молитвенное тайное действие и преподающие его ближним, по примеру Григориев Синаита и Паламы, по примеру многих других афонских светильников. Иеросхимонах немедленно согласился быть моим наставником и, о ужас, с величайшим разгорячением начал передавать мне вышеприведенный способ восторженной мечтательной молитвы. Вижу, он в страшном разгорячении, у него разгорячены и кровь, и воображение, он в самодовольстве, в восторге от себя, в самообольщении, в прелести, дав ему высказаться, я начал понемногу, в чине наставляемого, предлагать ему учение святых отцов о молитве, указывая его в добротолюбии и прося объяснить мне это учение. Афонец пришел в совершенное недоумение. Вижу, он вполне незнаком с учением отцов о молитве. При продолжении беседы говорю ему, смотри, старец, будешь жить в Петербурге, никак не квартируй в верхнем этаже, квартируй непременно в нижнем. Отчего так, возразил Афонец. Оттого, отвечал я, что если вздумается ангелом, внезапно восхитив тебя, перенести из Петербурга в Афон, и они понесут из верхнего этажа до уронят, то убьешься до смерти. Если же понесут из нижнего и уронят, то только ушибешься. Представь себе, отвечал Афонец, сколько уже раз, когда я стоял на молитве, приходила мне живая мысль, что ангелы восхитят меня и поставят на Афоне. Оказалось, что иеросхий монах носит вериги, почти не спит, мало вкушает пищи, чувствует в теле такой жар, что зимой не нуждается в теплой одежде. К концу беседы пришло мне на мысль поступить следующим образом. Я стал просить Афонца, чтобы он, как постник и подвижник, испытал над собою способ, преподанный святыми отцами, состоящий в том, чтобы он во время молитвы был совершенно чужд всякого мечтания. Погружался весь во внимание словам молитвы, заключался и вмещался, по выражению святого Иоанна Лествичника, в словах молитвы. Лествица, слово 28, глава 17. При этом сердце обыкновенно содействует уму душеспасительным чувствам печали о грехах, как сказал преподобный Марк Подвижник. Ум, неразвлеченно молящийся, утесняет сердце. Сердце же сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Пятидесятый Псалом, стих 19. Слово омнящихся от дел оправдитеся. Глава 34, добротолюбие, часть 1. Когда ты испытаешь над собою, сказал я Афонсу, то сообщи и мне о плоде опыта. Для меня самого такой опыт неудобен по развлеченной жизни, проводимой мною. Афонец охотно согласился на мое предложение. Через несколько дней приходит он ко мне и говорит, что сделал ты со мною, а что? Да как я попробовал помолиться со вниманием, заключая ум в слова молитвы, то все мои видения пропали и уже не могу возвратиться к ним. Далее в беседе с Афонсом я не видел той самонадеянности и той дерзости, которые были очень заметны в нем при первом свидании и которые обыкновенно замечаются в людях, находящихся в самообольщении, мнящих о себе, что они святы или находятся в духовном преуспеянии. Афонец изъявил даже желание услышать для себя мой убогий совет. Когда я посоветовал ему не отличаться по наружному образу жизни от прочих иноков, потому что такое отличие себя ведет к высокоумию, то он снял с себя вериги и отдал их мне. Лествица, слово четвертое, главы 82 и 83, преподобный в Арсенофе Великий, ответ 275, житие и наставление преподобного Аполлоса, потерик алфавитный. Через месяц он опять был у меня и сказывал, что жар в его теле прекратился, что он нуждается в теплой одежде и спит гораздо более. При этом он говорил, что на Афонской горе многие и использующихся славой святости употребляют тот способ молитвы, который был употребляем им, научают ему и других. Не мудрено. Святой Симеон Новый Богослов, живший за восемь столетий до нашего времени, говорит, что внимательную молитву занимаются очень немногие. О третьем образе молитвы «Добротолюбие, часть первая». Преподобный Григорий Синаид, живший в четырнадцатом столетии по Рождестве Христове, когда прибыл на Афонскую гору, то нашел, что многочисленное монашество ее не имеет никакого понятия об умной молитвы, а занимается лишь телесными подвигами, совершая молитвы лишь устно и гласно. Житие преподобного Григория Синаида «Добротолюбие, часть первая». Преподобный Нил Сорский, живший в конце пятнадцатого и начале шестнадцатого века, посетивший также Афонскую гору, говорит, что в его время число внимательных молитвенников оскудело до крайности. Предисловие к преданию или уставу Скидскому. Старец-архимандрит Паисий Величковский переместился на Афонскую гору из Молдавии в 1747 году. Он ознакомился коротко со всеми монастырями и скитами, беседовал со многими старцами, которых признавало общее мнение Святой горы опытнейшими и святыми иноками. Когда же он начал вопрошать этих иноков о книгах святых отцов, написавших об умной молитве, оказалось, что они не только не знали о существовании таких писаний, но даже не знали имен святых писателей. Тогда добротолюбие еще не было напечатано на греческом языке. Отрывок письма старца Паисия к старцу Феодосию. Писание Паисия, издание Оптиной пустыни. Внимательная молитва требует самоотвержения, а на самоотвержение решаются редкие. Заключенный в себя вниманием, находящийся в состоянии недоумения от зрения своей греховности, неспособный к многословию и вообще к эффекту и актерству, представляется для незнающих таинственного подвига его каким-то странным, загадочным, недостаточным во всех отношениях. Легко ли расстаться с мнением мира и миру? Как познать подвижника истинной молитвы, когда самый подвиг вовсе неизвестен миру? То ли дело находящееся в самообольщении? Не ест, не пьет, не спит, зимой ходит в одной рясе, носит вериги, видит видение, всех учит и обличает с дерзкую наглостью, без всякой правильности, без толку и смысла, с кровяным вещественным страстным разгорячением и по причине этого горестного гибельного разгорячения. Святой, да и только. Издавна замечены вкус и влечение к таким в обществе человеческом. «Приемлете», пишет апостол Павел Коринфянам, «аще кто вас порабощает, аще кто поедает, аще кто не влепо то проторит, аще кто по лицу бьет вы, аще кто величается. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 20. Далее святой апостол говорит, что он, бывший в Коринфе, не мог вести себя дерзко и нагло. Поведение его было запечатлено скромностью, крутостью и тихостью Христовую. Второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 1. «Большая часть подвижников Западной Церкви, провозглашаемых ею за величайших святых, по отпадению ее от Восточной Церкви и по отступлении Святого Духа от нее, молились и достигали видений, разумеется, ложных, упомянутым мною способом. Эти мнимые святые были в ужаснейшей бесовской прелести. Прелесть уже естественно воздвигается на основании богохульства, которым у еретиков извращена догматическая вера. Поведение подвижников латинства, объятых прелестью, было всегда исступленное по причине необыкновенного вещественного страстного разгорячения. В таком состоянии находился Игнатий Лайола, учредитель иезуитского ордена. У него воображение было так разгорячено и изощрено, что, как сам он утверждал, ему стоило только захотеть и употребить некоторое напряжение, как являлись пред его взорами по его желанию ад или рай. Явление рая и ада совершалось не одним действием воображения человеческого. Одно действие воображения человеческого недостаточно для этого. Явление совершалось действием демонов, присоединявших свое обильное действие к недостаточному действию человеческому, совокуплявших действия с действием, пополнявших действия действия на основании свободного произволения человеческого, избравшего и усвоившего в себе ложное направление. Известно, что истинным святым Божиим видения даруются единственно по благоволению Божию и действиям Божиим, а не по воле человека и не по его собственному усилию. Даруются неожиданно, весьма редко, при случаях особенной нужды, по дивному смотрению Божию, а не как бы случилось. Святой Исаак Сирский, слово 36. Усиленный подвиг находящихся в прелести обыкновенно стоит рядом с глубоким развратом. Разврат служит оценкой того пламени, которым разжены прельщенные. Подтверждается это и сказаниями истории и свидетельством отцов. «Видящий духа прелести в явлениях, представляемых им», сказал преподобный Максим Капсакаливи, «очень часто подвергается ярости и гневу. Благовоние смирения или молитвы, или слезы истинной не имеют в нем места. Напротив того, он постоянно хвалится своими добродетелями, тщеславствует и предается завсегда лукавым страстям бесстрашно» Собеседование преподобного Максима с преподобным Григорием Синаитом Ученик Неправильность этого способа молитвы и связь его с самообольщением и прелестью ясны. Предостереги меня и от прочих видов неправильной молитвы и сопряженного с ними ложного состояния. Старец Как неправильное действие умом вводит в самообольщение и прелесть, так точно вводит в них неправильное действие сердцем. Исполнены безрассудной гордости, желания и стремления видеть духовные видения умом, неочищенным от страстей, необновленным и невоссозданным десницей Святого Духа. Исполнены такой же гордости и безрассудства, желания и стремления сердца насладиться ощущениями святыми, духовными, божественными, когда оно еще вовсе не способно для таких наслаждений. Как ум нечистый, желая видеть божественные видения и не имея возможности видеть их, сочиняет для себя видения из себя, ими обманывает себя и обольщает, так и сердце, усиливаясь вкусить божественную сладость и другие божественные ощущения и, не находя их в себе, сочиняет их из себя, ими льстит себе, обольщает, обманывает, губит себя, входя в область лжи, в общение с бесами, подчиняясь их влиянию, порабощаясь их власти. Одно ощущение из всех ощущений сердца в его состоянии падения может быть употреблено в невидимом богослужении. Печаль о грехах, о греховности, о падении, о погибели своей, называемая плачем, покаянием, сокрушением духа. Это засвидетельствовано Священным Писанием. «Аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их уба, всесожжение не благоволиши». «Жертву ты не желаешь, я дал бы ее, всесожжению не благоволиш». 50-й Псалом, стих 18. «И каждое сердечное ощущение порознь, и все они вместе, неблагоугодны тебе, как оскверненные грехом, как извращенные падением. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презрешь, Боже». 50-й Псалом, стих 19. «Эта жертва – жертва отрицательная. С принесением этой жертвы естественно устраняется принесение прочих жертв. При ощущении покаяния умолкают все другие ощущения. Для того, чтобы жертвы прочих ощущений соделались благоугодными Богу, нужно предварительно излиться благоволению Божию на наш Сион. Нужно предварительно восстановиться стенам нашего разрушенного Иерусалима». «Господь праведен, всесвят. Только праведные, чистые жертвы, которым способно естество человеческое по обновлении своем, благоприятны праведному, всесвятому Господу. К жертвам и всесожжениям оскверненным Он не благоволит. Позаботимся очиститься покаянием. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношение и всесожжение, тогда возложат на алтарь Твой тельцов». Пятидесятый Псалом, стих двадцать первый. Новорожденные ощущения обновленного Святым Духом человека. Первая заповедь, данная Спасителем мира всему без исключения человечеству, есть заповедь о покаянии. «Начата Иисус проповедати и глаголати, покайтесья, приближайся, ибо Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава четвертая, стих семнадцатый. Эта заповедь объемляет, заключает, совмещает в себе все прочие заповеди. Тем человекам, которые не понимали значения и силы покаяния, Спаситель говорил не раз «Шедше, научитесь, что есть. Милости хочу, а не жертвы». Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Евангелие от Матфея, глава девятая, стих тринадцатый. Это значит, Господь, умилосердившись над падшими и погибшими человеками, всем даровал покаяние в единственное средство к спасению, потому что все объяты падением и погибелию. Он не взыскивает, даже не желает от них жертв, которым они не способны, а желает, чтобы они умилосердились над собою, сознали свое бедствие, освободились от него покаянием. К упомянутым словам Господь присовокупил страшные слова. «Не приедох, сказал Он, призвать и праведники, но грешники на покаяние». Кто названы праведниками? Те несчастные, слепотствующие грешники, которые, будучи обмануты самомнением, не находят покаяние существенно нужным для себя и потому или отвергают его, или не брегут о нем. О, несчастье! За это отрекается от них Спаситель, утрачивается ими сокровище спасения. «Горе душе, говорит преподобный Макарий Великий, не чувствующий язв своих и мнящий о себе по причине великого, безмерного повреждения злобою, что она вполне чужда повреждения злобою. Такой души уже не посещает и не врачует благой врач, как оставивший произвольно язвы свои без попечения о них и мнящий о себе, что она здрава и непорочна. «Не требуют, говорит Он, здравии врача, но болящий». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 12. Слово 6 о любви, глава 16. «Ужасная жестокость к себе» – отвержение покаяния. «Ужасная холодность» – нелюбовь к себе – небрежение о покаянии. «Жестокий к себе» не может не быть жестоким и к ближним. «Умилосердившийся к себе приятием покаяния вместе делается милостивым и к ближним». Из этого видна вся важность ошибки. Отнять у сердца заповеданное ему самим Богом существенно и логически необходимое для сердца чувство покаяния и усиливаться раскрыть в сердце, в противность порядку, в противность установлению Божию, те чувствования, которые сами собою должны явиться в нем по очищении покаянием, но совершенно в ином характере. Святой Исаак Сирский Слово 55 Об этом характере духовном плотской человек не может составить себе никакого представления, потому что представление ощущения всегда основывается на известных уже сердцу ощущениях, а духовные ощущения вполне чужды сердцу, знакомому с одними плотскими и душевными ощущениями. Такое сердце не знает даже о существовании духовных ощущений. Всем известно, какое душевное бедствие возникло для иудийских книжников и фарисеев из их неправильного душевного настроения. Они сделались не только чуждыми Бога, но и иступленными врагами Его, богоубийцами. Подобному бедствию подвергаются подвижники молитвы, извергшие из своего подвига покаяние, усиливающиеся возбуждать в сердце любовь к Богу, усиливающиеся ощущать наслаждение, восторг. Они развивают свое падение, соделывают себя чуждыми Бога, вступают в общение с сатаною, заражаются ненавистью к Святому Духу. Этот род прелести ужасен. Он одинаково душепагубен, как и первый, но менее явен. Он редко оканчивается сумасшествием и самоубийством, но растлевает решительно и ум, и сердце. По производимому им состоянию ума отцы назвали его мнением. Преподобный Григорий Синаид, слова 108 и 128, добротолюбие, часть первая. Святой Иоанн Карпофийский, глава 49, добротолюбие, часть четвертая. На этот род прелести указывает святой апостол Павел, когда говорит «Никто же вас допрельщает изволенным ему смиренно мудрием и службою ангелов. Я же не уведи уча, без ума дмяся от ума плоти своие. Никто да не обольщает вас самовольным смиренно мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом». Послание к Колоссианам, глава 2, стих 18. «Одержимый этую прелестью мнит о себе, сочинил о себе мнение, что он имеет многие добродетели и достоинства, даже что обилует дарами Святого Духа». Мнение составляется из ложных понятий и ложных ощущений, поэтому свойству своему оно вполне принадлежит к области отца и представителя лжи, дьявола. Молящийся, стремясь раскрыть в сердце ощущения нового человека и не имея на это никакой возможности, заменяет их ощущениями своего сочинения, поддельными, к которым не замедляет присоединиться действия падших духов. Признав неправильные ощущения, свои бесовски, истинными и благодатными, он получает соответствующие ощущениям понятия. Ощущения эти, постоянно усваиваясь сердцу и усиливаясь в нем, питают и умножают ложные понятия. Естественно, что от такого неправильного подвига образуется самообольщение и бесовская прелесть – мнение. «Мнение не допускает быть мнимому», сказал святой Симеон Новый Богослов. Слово четвертое в конце, также слово третье. «Мнящая себе, что он бесстрастен, никогда не очистится от страстей. Мнящая себе, что он исполнен благодати, никогда не получит благодати. Мнящая себе, что он свят, никогда не достигнет святости». Просто сказать, приписывающий себе духовные делания, добродетели, достоинства, благодатные дары, льстящий себя и потешающий себя мнением, заграждает этим мнением вход в себя и духовным деланием, и христианским добродетелем, и божественной благодати. Открывает широко вход к греховной заразе и демонам. Уже нет никакой способности к духовному преуспеянию в зараженных мнениях. Они уничтожили эту способность, принесши на алтарь лжи самые началы деятельности человека и его спасения, понятия о истине. Необыкновенная напыщенность является внедугующих эту прелестью. Они как бы упоены собой, своим состоянием самообольщения, видя в нем состояние благодатное. Они пропитаны преисполнены высокоумием и гордостью, представляясь, впрочем, смиренными для многих, судящих по лицу, не могущих оценивать по плодам, как заповедал Спаситель. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 16, глава 12, стих 33. Тем менее по духовному чувству, о котором упоминает апостол. Послание к евреям, глава 5, стих 14. Живописно изобразил пророк Исаия действие прелести мнения в падшем архангеле. Действие, обольстившее и погубившее этого архангела. «Ты, говорит пророк сатане, рекл еси во уме твоем, на небо взыду, выше звезд небесных поставлю престол мой, сяду на горе высотце, на горах высоких, я же к северу, взыду выше облак, буду подобен вышнему. Ныне жива от снидиши и во основание земли. А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Книга пророка Исаии, глава 14 стихи с 13 по 15 Зараженного мнением обличает Господь так «Глаголише, яка богат есмь, и обогатихся, и ничто же требую, и невеси, яка ты еси окаянин и беден, и нищ, и слеп, и наг». Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Откровение, глава 3 стих 17 «Господь увещевает прельщенного к покаянию, предлагает купить ни у кого иного, у самого Господа, необходимые потребности, из которых составляется покаяние». Откровение, глава 3 стих 18 «Купля настоятельно нужна, без нее нет спасения, нет спасения без покаяния, а покаяние принимается от Бога только теми, которые для принятия Его продадут все имущество свое, то есть отрекутся от всего, что им ложно усваивалось мнение». Ученик, не случалось ли тебе встречаться с зараженными этого вида прелестью? Старец, «Зараженные прелестью мнения встречаются очень часто. Всякий, не имеющий сокрушенного духа, признающий за собой какие бы то ни было достоинства и заслуги, всякий, не держащийся неуклонно учения православной церкви, но рассуждающий о каком-либо догмате или предании произвольно, по своему усмотрению или по учению инославному, находится в этой прелести». Степенью уклонения и упорства в уклонении определяется степень прелести. Немощен человек, непременно вкрадывается в нас мнение в каком-либо виде своем и, осуществляя наше «я», удаляет от нас благодать Божию. Как нет, по замечанию святого Макария Великого, ни одного человека, совершенно свободного от гордости, так нет ни одного человека, который бы был совершенно свободен от действия на него утонченной прелести, называемой мнением. Наветывало оно апостола Павла и врачевало с тяжкими попущениями Божиими. «Не Бог ощем вас, братья», пишет апостол Коринфянам, «не видите о скорби нашей, бывшей нам во оси, якобы премногу и почесилы отяготихомся, якобы не надеетесь и нам и жите, но сами в себе осуждение смерти и мехом, да не надеющийся будем нося, но на Бога воставляющего мертвое. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Ассии, потому что мы отягчены были чрезмерной сверхсилы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Второе послание к Коринфянам, глава 1, стихи 8 и 9. По этой причине должно бдительно наблюдать за собою, чтобы не приписать собственно себе какого-либо доброго дела, какого-либо похвального качества или особенной природной способности, даже благодатного состояния, если человек возведен в него. Короче, чтобы не признать собственно за собою какого-либо достоинства. «Что ты имеешь, говорит апостол, чего бы ты не приял от Бога». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 7. «От Бога имеем и бытие, и паки бытие, и все естественные свойства, все способности, и духовные, и телесные. Мы должники Богу. Долг наш неоплотим. Из такого воззрения на себя образуется само собой для нашего духа состояние, противоположное мнению, состояние, которое Господь назвал нищетою духа, которое заповедал нам иметь, которое ублажил». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. «Великое бедствие уклонится от догматического и нравственного учения церкви, от учения Святого Духа каким-либо умствованием». Это возношение, взимающееся на разум Божий, должно низлагать и пленять такой разум в послушание Христово. Превозношение, восстающее против познания Божия, в послушание Христу. Второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 5. «Ученик, имеется ли какая-либо связь между прелестью первого рода и прелестью второго рода?» Старец. Связь между этими двумя видами прелести непременно существует. Первого рода прелесть всегда соединена с прелестью второго рода, с мнением, сочиняющей обольстительные образы при посредствии естественной способности воображения, сочетовающей при посредствии мечтательности эти образы в очаровательную картину, подчиняющей все существо свое обольстительному могущественному влиянию этой живописи, непременно по несчастной необходимости мнит, что живопись эта производится действием божественной благодати, что сердечные ощущения, возбуждаемые живописью, суть ощущения благодатные. Второго рода прелесть, собственно, на мнение. Действует без сочинения обольстительных картин. Она довольствуется сочинением поддельных благодатных ощущений и состояний, из которых рождается ложное, превратное понятие о всем вообще духовном подвиге. Находящийся в прелести мнение стяжевает ложное воззрение на все окружающее его. Он обманут и внутри себя и извне. Мечтательность сильно действует в обольщенных мнениях, но действует исключительно в области отвлеченного. Она или вовсе не занимается или занимается редко живописью воображения рая, горних обителей и чертогов, небесного света и благоухания, Христа, ангелов и святых. Она постоянно сочиняет мнимо духовные состояния. Тесное дружество с Иисусом, внутреннюю беседу с Ним, таинственные откровения, гласы, наслаждения, подражания Фомы Кемпийского, книга 2, глава 8, книга 3, главы 1 и 3. Зиждет на них ложное понятие о себе и о христианском подвиге, зиждет вообще ложный образ мыслей и ложное настроение сердца, приводит то в упоение с собой, то в разгорячение и восторженность. Эти разнообразные ощущения являются от действия утонченных тщеславия и сладострасти. От этого действия кровь получает греховное обольстительное движение, представляющееся благодатным наслаждением. Тщеславие же и сладострасти возбуждаются высокоумием, этим неразлучным спутником мнения. Ужасная гордость, подобная гордости демонов, составляет господствующее качество, усвоивших себе ту и другую прелесть. Обольщенных первым видом прелести, гордость приводит в состояние явного умоисступления. В обольщенных вторым видом она, производя также умоповреждение, названное в Писании растлением мума. Второе послание к Тимофею, глава 3 стих 8. Менее приметно, облекается в личину смирения, набожности, мудрости, познается по горьким плодам своим, зараженные мнением о достоинствах своих, особенно о святости своей, способные и готовы на все козни, на всякое лицемерство, лукавство и обман, на все злодеяния. Непримиримую враждою дышат они против служителей истины. С неистовую ненавистью устремляются на них, когда они не признают в прельщенных состояние, приписываемого им и выставляемого на позор слепотствующему миру мнением. Ученик. Существуют же и состояния духовные, производимые божественную благодатью, как то состояние, в котором вкушается духовная сладость и радость, состояние, в котором открываются тайны христианства, состояние, в котором ощущается в сердце присутствие Святого Духа, состояние, в котором подвижник Христов сподобляется духовных видений. Старец. Несомненно, существуют, но существуют только в христианах, достигших христианского совершенства, предварительно очищенных и приуготовленных покаянием. Постепенное действие покаяния, вообще выражаемого всеми видами смирения, в особенности молитвы, приносимую из нищеты Духа, из плача, постепенно ослабляет в человеке действие греха. Для этого нужно значительное время, и дается оно истинным, благонамеренным подвижникам промыслом Божиим, неусыпно бдящим над нами. Борьба со страстями необыкновенно полезна. Она более всего приводит к нищете Духа. С целью существенной пользы нашей Судья и Бог наш долго терпит о нас и нескоро отмщивает сопернику нашему греху. Евангелие от Луки глава 18 стих 7 Когда очень ослабеют страсти, это совершается наиболее к концу жизни. Житие Феофила, Пимена Болезненного, Иоанна Многострадального, Потерик Печерский. Тогда мало-помалу начнут появляться состояния духовные, различающиеся бесконечным различием от состояний, сочиняемых мнением. Во-первых, вступает в душевную храмину благодатный плач, омывает ее и убеляет для принятия даров, последующих за плачем по установлению духовного закона. Плацкой человек никак, никаким способом не может даже представить себе состояние духовных, не может иметь никакого понятия о благодатном плаче. Познание этих состояний приобретается не иначе, как опытом. Святой Саак Сирский, слово 55. Духовные дарования раздаются с божественную премудростью, которая наблюдает, чтоб словесный сосуд, долженствующий принять в себя дар, мог вынести без вреда для себя силу дара. Вино новое разрывает мехи ветхи. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 17. Замечается, что в настоящее время духовные дарования раздаются с величайшую умеренностью, сообразно тому расслаблению, которым объято вообще христианство. Дары эти удовлетворяют почти единственно потребности спасения. Напротив того, мнение расточает свои дары в безмерном обилии и с величайшую поспешностью. Общий признак состояний духовных – глубокое смирение и смиренно мудрее, соединенное с предпочтением себе всех ближних, с расположением евангельскую любовью ко всем ближним, с стремлением к неизвестности, к удалению от мира. Мнению тут мало места, потому что смирение состоит в отречении от всех собственных достоинств, в существенном исповедании Искупителя, в совокуплении в нем всей надежды и опоры, а мнение состоит в присвоении себе достоинств данных Богом и в сочинении для себя достоинств несуществующих. Оно соединено с надеждою на себя, с хладным поверхностным исповеданием Искупителя. Бог прославляется для прославления себя, как был прославлен фарисеем. Евангелие от Луки, глава 18, стих 11. Одержимые мнением по большей части преданы сладострастию, несмотря на то, что приписывают себе возвышеннейшие духовные состояния, беспримерные в правильном православном подвижничестве. Немногие из них воздерживаются от грубого порабощения сладострастию, воздерживаются единственно по преобладанию в них греха из грехов, гордости. Ученик. Могут ли от прелести именуемой мнением порождаться какие-либо осязательные, видимые несчастные последствия? Старец, из этого рода прелести возникли пагубные ереси, расколы, безбожие, богохульство. Несчастнейшее видимое последствие его есть неправильное, зловредное для себя и для ближних деятельность. Зло, несмотря на ясность его и обширность, малопримечаемое и малопонимаемое. Случаются с зараженными мнением делателями молитвы и несчастья, очевидные для всех, но редко, потому что мнение, приводя ум в ужаснейшее заблуждение, не приводит его к иступлению, как приводит расстроенное воображение. На Валаамском острове в отдаленной пустынной хижине жил схемонах Порфирий, которого и я видел. Он занимался подвигом молитвы. Какого рода был этот подвиг, положительно не знаю. Можно догадываться о неправильности его по любимому чтению схемонаха. Он высоко ценил книгу западного писателя Фомы Кимпийского о подражании Иисусу Христу и руководствовался ею. Книга эта написана из мнения. Порфирий однажды вечером в осеннее время посетил старцев скита, недалеко от которого была его пустыня. Когда он прощался с старцами, они предостерегали его, говоря, «Не вздумай пройти по льду, лед только что встал и очень тонок». Пустыня Порфирия отделялась от скита глубоким заливом Ладожского озера, который надо было обходить. Схимонах отвечал тихим голосом с наружной скромностью. «Я уже легок стал». Он ушел. Через короткое время услышался отчаянный крик. Скидские старцы встревожились, выбежали. Было темно. Не скоро нашли место, на котором совершилось несчастье. Не скоро нашли средство достать утопшего. Вытащили тело, уже оставленное душою. Ученик «Ты говоришь о книге подражания, что она написана из состояния самообольщения, но она имеет множество чтителей даже между чадами православной церкви». Старец «Эти-то чтители в восторге от ее достоинства и высказываются об этом достоинстве, не понимая того. В предисловии русского переводчика книги «Подражания», издание 1834 года, напечатанное в Москве, сказано «Один высоко просвещенный муж, русский, православный, говаривал «Если бы нужно было мое мнение, то я бы смело после священного писания поставил Кемписа о подражании Иисусу Христу». В этом столь решительном приговоре дается инославному писателю полное предпочтение пред всеми святыми отцами православной церкви, а своему взгляду дается предпочтение предопределением всей церкви, которая на святых соборах признала писания святых отцов богодухновенными и завещала чтение их не только в душеназидание всем чадам своим, но и в руководство при решении церковных вопросов. В писаниях отцов хранится великое духовное христианское и церковное сокровище, догматическое и нравственное предание святой церкви. Очевидно, что книга подражания привела упомянутого мужа в то настроение, из которого он выразился так опрометчиво, так ошибочно, так грустно. Подражание при первоначальном появлении своем было осуждено даже своей латинской церковью и преследовалось инквизицией. Преследование прекращено впоследствии и обратилось в покровительство, когда усмотрено, что книга служит хорошим орудием для пропаганды в среде людей, утративших истинное понимание христианства и сохранивших к нему поверхностное отношение. Под именем папской пропаганды, разумеется, распространение того понятия о папе, которое папа желает внушить о себе человечеству, то есть понятие о верховной, самодержавной, неограниченной власти папы над миром. Пропаганда, имея это целью, мало обращает внимание на качество учения преподаваемого ею. Для нее на руку все, что содействует цели ее, даже вера во Христа без оставления веры выдолов. Это самообольщение. Это прелесть. Составилась она из ложных понятий. Ложные понятия родились из неправильных ощущений, сообщенных книгою. В книге жительствует и из книги дышит помазание лукавого духа, льстящего читателям, упоевающего их отравой лжи, усложженной утонченными приправами из высокоумия, тщеславия и сладострасти. Книга ведет читателей своих прямо к общению с Богом, без предочищения покаянием. Потому и возбуждает особенное сочувствие к себе в людях страстных, незнакомых с путем покаяния, непредохраненных от самообольщения и прелести, не наставленных правильному жительству учением святых отцов православной церкви. Книга производит сильное действие на кровь и нервы, возбуждает их, и потому особенно нравится она людям порабощенным чувственности. Книгую можно наслаждаться, не отказываясь от грубых наслаждений чувственности. Высокоумие, утонченное сладострастие и тщеславие выставляются книгою за действие благодати Божией. Обоняв блуд свой в его утонченном действии, плотские люди приходят в восторг от наслаждения, от упоения, доставляемых беструдно, без самоотвержения, без покаяния, без распятия плоти, со страстьми и похотьми. Послание к Галатам, глава 5, стих 24. С ласкательством состоянию падения. Радостно переходят они, вводимые слепотою своей гордостью, с ложа любви скотоподобной, на ложа любви более преступной, господствующие в блудилище духов отверженных. Некоторая особа, принадлежавшая по земному положению к высшему и образованнейшему обществу, а по наружности к православной церкви, выразилась следующим образом о скончавшейся лютеранке, признанной этой особой за святую. Она любила Бога страстно. Она думала только о Боге. Она видела только Бога. Она читала только Евангелие и подражание, которое Второе Евангелие. Этими словами выражено именно то состояние, в которое приводятся читатели и чтители подражания. Тождественно в сущности своей с этой фразой из речения знаменитой французской писательницы госпожи де Савинье о знаменитом французском поэте Россине Старшем. «Он любит Бога», дозволила себе сказать госпожа Савинье, «как прежде любил своих наложниц». Известный критик Лагарп, бывший сперва безбожником, потом перешедший к неправильно понятому и извращенному им христианству, одобряя выражение госпожи Савинье, сказал, «Сердце, которым любят творца и тварь, одно, хотя последствия столько же различаются между собою, сколько различны и предметы». Россин перешел от разврата к прелести, называемой мнением. Эта прелесть выражается со всею ясностью в двух последних трагедиях поэта, в Есфире и Гафолии. Высокие христианские мысли и ощущения Россина нашли себе пространное место в храме Мус и Аполлона. Мус и Аполлон – божество древних язычников, греков и римлян. Этим демонам язычники приписывали покровительство изящным художествам. В театре возбудили восторг, рукоплескание. Гафолия, признаваемая высшим произведением Россина, дана была сорок раз сряду. Дух этой трагедии один с духом подражания. Мы веруем, что в сердце человеческом имеется вожделение скотоподобное, внесенное в него падением, находящееся в соотношении с вожделением падших духов. Мы веруем, что имеется в сердце и вожделение духовное, с которым мы сотворены, которым любятся естественно и правильно Бог и ближний, которые находятся в гармонии с вожделением святых ангелов. Чтобы возлюбить Бога и в Боге ближнего, необходимо очиститься от вожделения скотоподобного. Очищение совершает Святой Дух в человеке, выражающем жизнью произволение к очищению. Собственно, и называется сердцем в нравственном значении вожделение и прочие душевные силы, а не член плоти, сердце. Силы сосредоточены в этом члене и перенесено общим употреблением наименование от члена к собранию сил. В противоположность ощущению плотских людей духовные мужи, обоняв воню зла, притворившегося добром, немедленно ощущают отвращение от книги, издающие из себя эту воню. Старцу Исаии, иноку, безмолвствовавшему в Никифоровской пустыне, Аланецкой или Петрозаводской епархии, преуспевшему в умной молитве и сподобившемуся благодатного осенения, был прочитан отрывок из подражания. Старец тотчас проник в значение книги. Он засмеялся и воскликнул. «О, это написано из мнения, тут ничего нет истинного, тут все придуманное». Какими представлялись Фоме духовные состояния и как он мнил о них, не зная их по опыту, так и описал их. «Прелесть, как несчастье, представляет собой зрелище горестное, как нелепость она, зрелище смешное». Известный по строгой жизни архимандрит Кирилла Новоизерского монастыря Новгородской епархии Феофан, занимавшийся в простоте сердца почти исключительно телесным подвигом и о подвиге душевном, имевший самое умеренное понятие, сперва предлагал лицам, советовавшимся с ним и находившимся под его руководством, чтение книги подражания. За несколько лет до кончины своей он начал воспрещать чтение ее, говоря со святой простотой. «Прежде признавал я эту книгу душеполезную, но Бог открыл мне, что она душевредна». Такого же мнения о подражании был известный деятельной монашеской опытностью иеросхемонах Леонид, положивший начало нравственному благоустройству в оптиной пустыне Калужской епархии. Все упомянутые подвижники были знакомы мне лично. Некоторый помещик, воспитанный в духе православия, коротко знавший так называемый Большой Свет, то есть мир в высших слоях его, увидел однажды книгу подражания в руках своей дочери. Он воспретил ей чтение книги, сказав «Я не хочу, чтоб ты последовала моде и кокетничала пред Богом». Самая верная оценка книги. Ученик, имеются ли еще какие виды прелести? Старец, все частные виды самообольщения и обольщения бесами относятся к двум вышесказанным главным видам и происходят или от неправильного действия ума, или от неправильного действия сердца. В особенности обширно действие мнения. Не без основания относят к состоянию самообольщения и прелести, душевное настроение тех иноков, которые, отвергнув упражнение молитвы Иисусовую и вообще умное делание, удовлетворяются одним внешним молением, то есть неупустительным участием в церковных службах и неупустительным исполнением келейного правила, состоящего исключительно из псалмопения и молитвословия, устных и гласных. Они не могут избежать мнения, как это объясняет упомянутый старец Василий в предисловии к книге святого Григория Синаита, ссылаясь преимущественно на писание преподобных, этого Григория и Симеона Нового Богослова. Признак вкравшегося мнения вынаруживается в подвижниках тем, когда они думают о себе, что проводят внимательную жизнь. Часто от гордости презирают других, говорят худо о них, поставляют себя достойными, по мнению своему, быть пастырями овец и руководителями их, уподобляясь слепцу, берущемуся указывать путь другим слепцам. О втором образе внимания и молитвы Добротолюбие часть первая. Устное и гласное моление тогда плодоносно, когда оно сопряжено со вниманием, что встречается очень редко, потому что вниманию научаемся преимущественно при упражнении молитвы Иисусовую. Предисловие схемонаха Василия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok